МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный вечер на канале СТВ в студии Ольга Бельмач. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украина вводит спецпошлины на некоторые белорусские товары. Сегодня такая информация появилась на страницах издания «Урядовый курьер». Речь идет о ввозных пошлинах на молочную продукцию и минеральное удобрение. Чем вызвано такое решение украинской стороны и как отнеслись к этому белорусские производители, выяснял Евгений Горин. В Украине через 10 дней спецпошлины в 55% на белорусскую кондитерскую, молочную продукцию, электролампы, удобрения и холодильное оборудование должны вступить в силу. Отдельно официальным Киевом будет введена пошлина. Уже в 60% на белорусское пиво, шины и холодильники. В прошлом году Беларусь продала в Украину товаров чуть более чем на 4 миллиарда долларов. Это одна десятая от всего объема отечественного экспорта. И, конечно, введение спецпошлины на те же минеральные удобрения для отечественных экспортеров кажется достаточно острым. Однако в реальности ситуация может оказаться менее драматичной, чем кажется на первый взгляд. На экспортную политику белорусской калийной компании в Украину это никак не скажется. Дело в том, что в постановлении Вежмедовственной комиссии по международной торговле в Украине указан внешнеэкономический код продукции, на который распространяется специальная пошлина. И под этот код попали сложные удобрения НПК, но не калийные удобрения. Поэтому белорусская калийная компания в штатном режиме ведет поставки в Украину. План отгрузок на август также сформирован. Мы не ожидаем никаких затруднений. Ну а если в целом, то с начала этого года товароборот между нашими странами замедлился. Экономические эксперты видят здесь зависимость от событий, происходящих сегодня в Украине. Девальвация гривны у южных соседей затормозила продажи, ну, например, белорусской автотехники, до этого уходившей в лед. Затормозились даже по заключенным ранее контрактам. Платить нечем. Новый курс по Межбанку Украины это сразу на четверть дороже. Замедление роста продаж эксперты прогнозировали и по белорусской молочке. Но опять же из-за проблем с платежеспособностью и неразберихи на рынке Украины. Впрочем, особого пессимизма у экспертов украинские спецпошлины не вызывают. Серьезно это не скажется. А может быть и вообще не скажется. Я бы серьезно не беспокоился по этому поводу. Разговаривать, конечно, надо. Необходимо искать какие-то комправности, что называется, на будущее. Но на белорусскую экономику это никак не повлияет. Больше может повлиять, я имею в виду в негативном плане больше повлиять, если мы не модернизируем нашу аграрную область. Еще больше не модернизируем. Если нам удастся выполнить те задачи, которые поставил президент, то мы легко вывезем продукцию в Российскую Федерацию и в другие страны. Пошлины в 50-60% для белорусских товаров украинских СМИ называют ответной мерой на, цитата, дискриминационные и недружественные действия Беларуси. Речь здесь, видимо, идет о введении лицензирования на импорт конфет из-за пределов таможенного союза. В нем Беларусь состоит, и поэтому, конечно, должна выполнять обязательства перед своими партнерами Россией и Казахстаном. Это общие требования. Немного странно слышится от украинской стороны заявление о дискриминации. Она-то как раз, как никто другой, должна понимать, что такое обязательство и ограничение в рамках торговых союзов, учитывая ее стремление в ЕС. Белорусский МИД сегодня обратил внимание на реакцию Украины. Вызвавшее негативную реакцию украинской стороны лицензирование импорта отдельных товаров в Беларуси распространено на неопределенный круг стран, а не исключительно против Украины, как это кому-то хочется преподнести. Более того, это также в полной мере вписывается в формат международной торговли. Механизм лицензирования установлен только на 6-месячный срок. Украинские же партнеры намерены обкладывать пошлинами в размере 55-60% исключительно белорусские товары на период до 31 декабря 2016 года. В Министерстве иностранных дел Беларуси рассчитывает, что время, которое имеется у сторон до вступления в силу решения о спецпошлинах со стороны Украины в отношении некоторых белорусских товаров будет использовано для урегулирования имеющихся у сторон разногласий. Заявляется, что в ближайшее время в Минске пройдут консультации с украинской стороной. Жители северных районов Украины вынуждены просить сжиженный газ для бытового потребления у президента Беларуси. С такой просьбой, в частности, обратилась семья из украинского приграничья. Пожилые люди не смогли больше нигде добиться помощи. Вот уже 4 месяца они не могут купить газ в бытовых баллонах. И эта проблема для сельских жителей особенно остро звучит в разгар сезона заготовок. О жизни в условиях топливного дефицита материал Александра Добрьяна. Станишевская газонаполнительная станция одна из крупнейших на севере Украины. Ее мощность 20 тысяч тонн сжиженного газа в год. Именно отсюда пропан в таких баллонах должен отправляться в 5 областей Украины, в том числе и столичную Киевскую. По идее, грузовики должны идти один за одним на деле ни одной машины за день. Пропан пропал еще в апреле. Именно тогда закончились запасы сжиженного газа на газонаполнительной станции. В стране, где, мягко сказать, есть проблемы и поважнее, было не добыто. Однако оставшихся без топлива по льготным ценам простых домохозяек в одной только Житомирской области не менее 100 тысяч. Действительно, эта сфера в последние годы находилась в таком непонятном состоянии. В ней была масса злоупотреблений. Заключались они в том, что газ для населения по льготным ценам скупали коммерсанты и реализовывали его потом на коммерческом рынке по рыночным ценам. Сейчас идут большие трансформации в Украине. И одним из побочных эффектов этих трансформаций стало то, что процесс с обеспечением льготным газом затормозился. Пока наверху менялись люди в креслах и было не до того, на передовой под перекрестным огнем недовольных жалобщиков оказались рядовые работники газоснабжающих организаций, недовольные потребители и отсутствие работы, а значит и заработной платы. Вот реалии последних месяцев для Лаврентия Кобылынского. Жалобы поступают от людей, но это ж не от нашей фирмы зависит. Просим самих людей, чтобы писали, звонили, просили, чтобы хоть как-то повлиять на власти, чтобы проблема начала решаться. Мы ж сами в этом заинтересованы. Работы нет, нам ставят прогулы, отправляют в отпуска. Письменные жалобы не заставили себя ждать. Их число не оглашается, но факт, что писать отчаявшиеся люди стали даже руководителем соседних государств. Об этом сообщили украинские журналисты. Интернет-издание «Украинские новины» приводит слова директора житомирского предприятия «Фропан» Романа Фещенко, который говорит о задокументированных просьбах и поставках газа от жителей пограничной области, адресованных президенту Беларуси. По его словам, такой шаг населения вызван отсутствием поставок льготного газа со стороны государства. Письмо, ставшее достоянием общественности, написала семья Александры и Петра Гарманчуков. Пожилые люди, прошедшие Великую Отечественную, имеющие инвалидности и не получившие элементарную помощь со стороны, писали с надеждой и верой, ведь больше им ничего не оставалось. Мы написали, потому что те, что у нас сейчас руководят, на нас внимания не обращали. Мы написали президенту Беларуси, потому что она там воевала. Я здесь воевал, а она там. В письме старики просили помочь с ремонтом дома и, конечно, с доставкой газа. Помогло ли письмо, отправленное в Беларусь или нет, точно Пётр Михайлович ответить затрудняется. Но шифер на крышу в районной администрации нашли, а Александра Никитовна готовит теперь обеды на газовой плите. Привозит машина здоровая, скажет, что газ возит. Баллон газу. Привозит баллон газу, сам подключает и говорит, спарите этот, звоните, мы вам ещё привезём. Правда, односельчанам Гарманчуков повезло меньше. Для них газа по привычной льготной цене как не было, так и нет. Каждый выкручивается как может, но большинство украинцев, не имеющих иного выхода, просто заправляют бытовые баллоны на автозаправках, хотя это и опасно. Обращаются к вам с просьбой заправить такие домашние баллоны пропановские? Да. Заправляете? Нет. А это запрещено? Да. Работники АЗС наперебой рассказывают о том, что заправлять бытовые баллоны запрещено и ни в коем случае этого никто не делает. Однако ответить на вопрос, откуда в таком случае в домах украинцев газ, если официально его не продают вот уже 4 месяца, на заправках не могут. А как справляетесь? Вообще без газа живете или как? Конечно без газа. Да нет, машину ищем, едем на станцию и заправляем. Заправьте, заправьте, привезу. А так нет. Так она заправки же нельзя заправлять. Ай, все заправляют. По статистике, все трагедии, связанные с бытовыми баллонами на протяжении последних лет, на Житомирщине были связаны именно с их заправкой на АЗС. Заправка бытовых газовых баллонов на газонаполнительных станциях производится весовым способом, а на автомобильных объемным способом, которые, в принципе, отличаются резко друг от друга. Отличаются тем, что в автомобильном газовом баллоне установлен клапан-отсекатель уровня наполнения. На бытовом газовом баллоне этого нет. И он заправляется только весовым способом. Можно переполнить баллон. Коэффициент линейного расширения газа очень высокий и может разорвать просто баллон. И такие случаи были. Особенно в такую жаркую погоду, которая сейчас есть в республике. Однако такой риск сегодня и риском-то многие не считают. Слишком много вокруг вещей более опасных. Петр Михайлович, например, без слез выпуски новостей смотреть не может. Вы ж видите, сколько хлопцев побили. Я думаю, эта власть будет помогать им. Но о нас забыла. Забыла. Я аж вижу, что делается. Во время монтажа сюжета стало известно, что вопрос обеспечения населения сжиженным пропаном в Украине сдвинулся с мертвой точки. Накануне появилась информация о выделении четырех тысяч тонн льготного газа на всю страну. Правда, на всех этого дешевого топлива не хватит. Необходимые объемы по оценкам специалистов минимум в два раза выше. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ Украина. Москва оскорбит по погибшим при аварии в метрополитене. Сегодня в российской столице объявлен траур. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. К месту трагедии люди продолжают нести цветы и свечи. Напомним, трагедия произошла накануне. Жертвами аварии стали 23 человека. Свыше ста госпитализированы, половина из них в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших белорусов нет. Сейчас на месте ЧП ведется восстановительная работа. Сегодня же стало известно о том, что задержаны два сотрудника метро, которых подозревают в нарушении требований транспортной безопасности. Следствие полагает, что стрелочный механизм был закреплен обычной проволокой, которая порвалась. Из-за этого электропоезд и сошел с рельса. В страшной трагедии в метро не остались безучастны и белорусы. Сегодня на Думе московые флаг российской столицы обрамляет черная лента. Сотрудники ДИП-представительства уже получили десятки звонков со словами сочувствия. Соболезнования приходят и по электронной почте. С начала следующего года Литва перейдет на евро. Таким образом государство станет 19-м членом еврозоны. Об этом стало известно на сегодняшнем собрании Европарламента. Намерение Литвы перейти на единую европейскую валюту поддержало подавляющее большинство депутатов. Чтобы ввести евро у себя на территории, официальный Вильнюс выполнил ряд экономических требований. Монетный двор Литвы уже начал чеканку новой валюты. Отмечу, каждое государство еврозоны может выпускать монеты номиналом 1 евро со своим дизайном. В популярном курортном городе Хургада произошел скандал сексуального характера. Три сотрудника службы безопасности одной из гостиниц попытались изнасиловать отдыхающую из Беларуси. В момент, когда девушка возвращалась к себе в номер, злоумышленники схватили ее и пытались сорвать одежду. Туристическая полиция Египта уже задержала подозреваемых. Они отрицают все обвинения в свой адрес, однако наша соотечественница опознала задержанных. По данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечу, случай домогательств к туристкам в Египте далеко не редкость. Из-за подобных инцидентов в стране даже закрыли несколько отелей. В Сирии состоялась инаугурация президента страны Башара Асада. В торжественной церемонии приняли участие члены Народного совета Сирии, а также представители общественно-политических кругов, деятели науки и культуры. Напомню, президентские выборы состоялись в стране 3 июня. Согласно официальной информации, за Башара Асада проголосовали почти 90% избирателей, а это более 10 миллионов человек. На Филиппины пришел мощный тайфун. Он уже парализовал воздушное и морское сообщение страны. Отменены десятки авиарейсов, несколько тысяч пассажиров не могут покинуть аэропорты. Основной удар стихии пришелся на область неподалеку от столицы республики Манилы. Мощный ветер валит деревья и рвет линии электропередачи. Без света остались 9 провинций. Из региона эвакуировали почти 400 тысяч человек. Основные курортные зоны не пострадали, однако в ближайшее время тайфун устремится в направлении китайского острова Хайнань, где отдыхает большое количество туристов. В Германии разоблачили сгору производителей колбас и других мясных деликатесов. В ходе расследования антимонопольной службы ФРГ с 2003 года компании намеренно завышали стоимость колбасных изделий и регулировали между собой диапазон цен. Всего по делу проходят 33 топ-менеджера из 20 предприятий. Известно, что в числе провинившихся оказались и несколько известных немецких компаний. Нарушителям выписаны крупные штрафы, общая сумма которых составляет 340 миллионов евро. Екатерина Моисеенок, Алексей Волков, Теакомпания СТВ. Интересы Белой Руси на Белом континенте. В Антарктиде совсем скоро появится наша собственная станция. На первый взгляд, шестой континент это громадная ледовая пустыня, где зарегистрированы самые низкие температуры воздуха и только подробное его изучение открывает большие перспективы. Выгоды на краю света искала Анастасия Бенедесюк. Громадная ледовая пустыня. Здесь зарегистрированы самые низкие температуры воздуха. В полярный день солнечной радиации сюда поступает больше, чем на протяжении года в жаркую Африку. А площадь этой глобальной льдины вдвое превышает территорию зеленого континента. И скоро на этом уникальном материке, имя которому Антарктида, появится белорусская антарктическая станция. Следует рассматривать ее как перспективный задел, как работа на, пусть отдаленную, на перспективу, экономическую перспективу. На Белом континенте нет консульств и посольств. Нет границ, как таковых. А значит, пусть и условно, сама антарктическая станция и состав экспедиции являются депредставителем Синеокой. Соседствовать, кстати, с нами в Антарктиде будет Россия и Япония. В настоящее время предоставляем всю нашу экспедиционную инфраструктуру, которая одна из самых развитых в мире является, для осуществления тех научных исследований, которые белорусские ученые реализуют непосредственно в Антарктике. Чтобы построить действительно хорошую станцию, опыт коллег необходим. Потому белорусская страна активно с ними сотрудничает. При этом и отечественным ученым есть чем поделиться со своими зарубежными коллегами. Есть что предложить. У нас есть наработки с Новой Зеландией, с ближайшими нашими соседями из Восточной Европы. Это Болгария, Чехия, Польша. Я скажу, не хвалясь, что даже россияне частенько, так сказать, с хорошей завистью говорят, вот, батька, так у вас относится к этой теме, и так вы, значит, достаточно серьезно снабжаетесь. Дружба и научные открытия позволяют Беларуси спокойно пройти через международные ворота. Именно так в полярных кругах называют Новую Зеландию. От островного государства до самого южного материка планеты около трех с половиной тысяч километров. С 1957 в Антарктиде круглый год работает новозеландская научная станция. Она, кстати, одна из самых крупных на континенте. Хоть белорусская станция будет построена на другой стороне Антарктиды от Новой Зеландии, физически мы вам помочь не сможем. Но зато мы готовы вас консультировать по всем вопросам и даже поделимся своими связями в мировом сообществе исследователей Антарктиды. А для Новой Зеландии и для новозеландцев было бы очень интересно поучиться и перенять опыт того, что вы в Беларуси уже делаете. Выбор места, кстати, для будущей станции это тоже момент тонкий. Ведь если все-таки настанет время, когда цена белой земли будет очень высокой, страна, у которой есть антарктическая станция, сможет претендовать и на все полезные ископаемые на этой территории. Мы не Соединенные Штаты и не Россия. По финансовым возможностям, которые мы могли бы направить на эти цели, мы учитывали при выборе места для строительства станции, в первую очередь, конечно, транспортные, логистические составляющие. Фундамент для Дома Отечественного Полярника был заложен в 2006-м. Тогда наша страна присоединилась к договору об Антарктиде. Чтобы построить так называемую Белорусскую Антарктическую станцию, средства нужны немалые. Но прибыль от вложений может оказаться гораздо больше. И это уже вопрос времени. Анастасия Бенедесюк и Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Страительные работы в Минске закончились археологическими раскопками. Во время рытья траншеи рабочие неожиданно обнаружили кости и фрагменты скелетов. Дальнейшим их изучением занялся специализированный поисковый батальон. За две недели работы обнаружены останки почти двух сотен жертв Великой Отечественной войны. Среди них части скелетов не только взрослых, но и детей. Найдены также и личные вещи погибших. На данном объекте было обнаружено 185 человеческих хвостных останков. С ними были найдены сопутствующие находки, кошельки, монеты медные, крестики католические, православные. Здесь было сложно, потому что на крайне города здесь движение, люди ходят. Всем интересно посмотреть. Все останки находились практически на поверхности. Максимальная глубина могилы достигает двух метров. Документов погибших пока не обнаружено. Тем не менее, поиски будут продолжаться еще в течение нескольких недель. После завершения работ останки будут перезахоронены. Здесь могли быть убиты и захоронены мирные люди, то есть граждане города Минска, как, конечно, и другие, которые могли попасть в наш город. Именно вот здесь, в этом районе, и находился один из пунктов, который обозначен лагерь. Вот в дальнейшем необходимо будет уточнить, какого типа, какого содержания, для какой категории населения, или даже, может, солдат. Первый в Беларуси музей колхоза открылся в Могилевской области. Пять залов экспозиции в оградке Вишов Белынического района рассказывает и показывает всю историю края, от древнейших времен до наших дней. Там представлены этнографические раритеты, документы, воспоминания, фотоснимки об истории и знаменитых земляках. Ирина Недобоева продолжит. В день открытия музея самыми почетными гостями стали именно те, чьими руками восстанавливались послевоенные колхозы. Этим двум пенсионеркам есть что рассказать молодежи, да и гордиться собой тоже есть повод. Ордена, медали и десятки почетных грамот за доблестный труд и самоотдачу. Их награды сейчас красуются в витринах музея. Октябрина Латушкина всю жизнь отработала дояркой в колхозе Белыночского района. С нелегким трудом познакомилась сразу после окончания школы и до самой пенсии целиком отдавалась работе. В 70-х годах наверное пошли дойку уже сделали, тогда уже доели машины. А так еще три раза доели корову ручную. Ездили на поле, доели. Тяжко было, что говорить. Молока много было. Больше 40 лет посвятила этому же хозяйству и Валентина Барановская. Будучи главным агрономом хозяйства, эта хрупкая женщина зачастую принимала довольно волевые решения. Не было техники, не было транспорта, еще надо было пешком, асфальта не было, по грязи, урези не протопталась всю жизнь. А теперь гляжу, и каждый раз, когда сеет, моя душа болит и радуется. Музей хозяйства в агрогородке Вишов по-своему уникальный. Таких экспозиций в стране больше нет. Этнографические раритеты края, документы, воспоминания, фотоснимки об истории и знаменитых земляках сельхозпредприятия Родина. Пять залов экспозиции рассказывают о военной и трудовой славе местных жителей и работников хозяйства. Здесь у нас представлены оригинальные экспонаты, оригинальные документы 30-х годов. Вот вы можете увидеть, как рассчитывались трудодни в колхозах 30-х-40-х годов. Будем говорить, это такой своеобразный табель учета рабочего времени. Я приехала из города Минска, узнала, что открывается музей. Музей очень интересный, добрый, такой душевный. И мне, как городскому жителю, особенно интересно здесь посмотреть на экспонаты. Пока музей хозяйства расположился в помещении местной школы, но в планах отдельное здание под экспозицию, чтобы о том, как было и что есть сейчас, узнавало как можно больше молодежи. Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область. Далее программа столичной подробности, итоги дня в 22.30. А у меня на этом все. Хорошего вечера на канале СТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова